Да, докладчика. Это Наталья Васильевна Орлова, которая является профессором нашего вуза Рниму имени Пирогова, и она будет говорить о пациенте с фибрилляцией предсмертия. Добрый день, уважаемая Оксана Андреевна, уважаемый Владимир Викторович, уважаемые коллеги, позвольте представить доклад «Пациент с фибрилляцией предсмертия. Акцент на антикоагулянтную терапию». Актуальность фибрилляции предсмертия чрезвычайно актуальна в связи с ее распространенностью и в связи с высоким риском осложнений, в частности, развитием ишемического инсульта. Кроме того, инсульт на фоне фибрилляции предсмертия имеет более неблагоприятное течение и высокий риск летального исхода. Помимо этого, помимо летального исхода, риск такого инсульта связан с высокой инвалидизацией. И новые рекомендации, которые были приняты в европейских рекомендациях осенью 2020 года, определили новые подходы, которые имеют три пункта. Первое – это антикоагуляция для профилактики инсульта, лучший контроль симптомов и выявление и лечение сопутствующей патологии. Безусловно, наряду с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как традиционное курение, ожирение, дислепидемия, сопутствующие хобл, патология почек, воспалительные заболевания, также влияют как на риск развития инсульта, так и на его течение. Ну и какие же пункты новых рекомендаций? В первую очередь хочется обратить внимание на пункты А1 с высокой доказательностью, которые говорят нам о том, что прямые оральные антикоагулянты в профилактике инсульта предпочтительнее, чем антагонисты витамина К, в частности, варфарин. Также необходимо при оценке назначения антикоагулянтов оценивать риск инсульта, выявлять пациентов с низким риском инсульта, которым антикоагулянты не назначаются, но при этом должен происходить пересмотр этих рисков, поскольку риск может увеличиваться, и врач должен своевременно рассмотреть назначение оральных антикоагулянтов. Также в новых рекомендациях говорится о том, что если все-таки пациенту назначаются антагонисты витамина К, а это может быть при клапанной фибрилляции плитсердий, то необходимость удержания в диапазоне 2-3, время терапевтического диапазона должно составлять 70%, не менее 70%. Также подчеркивается, что антиагрегантная терапия, такая как и ацетилсалициловая кислота, и клапидогрил не рекомендованы для профилактики инсульта. Рекомендации по контролю за ритмом говорят о том, что в зависимости от фракции выброса левого желудочка, если фракция выброса более 40%, то предпочтение должно быть отдано бета-блокаторам гилкиозему и веропамилу, если же фракция выброса левого желудочка менее 40%, тогда следует остановиться на бета-блокаторах или рассмотреть назначение гигоксина. У беременных пациенток предпочтение отдаем для контроля ритма, отдаем бета-блокаторам. Также внимание уделяется пациентам возрастным. С возрастом риск инсульта увеличивается, и в то же время показано, что врачи с осторожностью подходят к антикоагулянтной терапии. И здесь рекомендации нам говорят о том, что несмотря на хрупкость, коморбидность, повышение риска падения, тем не менее назначение антикоагулянтов в плане профилактики ишемического инсульта должно быть обязательно рассмотрено. Говоря о использовании антагониста витамина К, мы все-таки видим, что есть определенные проблемы. Это необходимость удержания в террористическом диапазоне, который не всегда удается достичь, и на это влияет и сопутствующая терапия, сопутствующая патология пациентов, продукты питания. И поэтому наличие новых оральных антикоагулянтов, безусловно, имеет свое предпочтение, потому что при ниже 70% удержания МНО от 2 до 3, риски инсульта на фоне приема варфарина все-таки значительно увеличиваются. И, конечно, вот таким новым рекомендациям всегда предшествуют многоцентровые исследования. В связи с этим мне хочется напомнить результаты двух исследований. Это исследование Аристотель, которым сравнивался апексабан и варфарин. И вы видите, что здесь очень большое количество участников, 9 тысяч в одной и больше 9 тысяч в другой группе. И исследование Абирос, которое сравнивало апексабан и ацетилсалициловую кислоту в обеих группах, здесь почти около 3 тысяч участников. Что же нам в этом исследовании, какие конечные точки у нас определялись? Ну, группы были сопоставимы, и в качестве конечных точек рассматривался инсульт, и риски оценивались по риску кровотечений. Исследования проводились на 4 контингентах, частично также была включена и Африка. И вы видите, что в России было как очень много центров, так и очень много включенных пациентов. Результаты этого исследования показали, что на фоне приема апексабана против варфарина было выявлено значительное снижение риска больших кровотечений на 32%, было снижение общей смертности на 11%, и при этом снижение инсульта или системных имболей на апексабане было на 21% ниже, чем на варфарине. То же самое, безопасность применения апексабана касалась и внутричерепных кровоизлияний, и фатальных кровотечений. И риск геморрагического инсульта на фоне приема апексабана также был значительно ниже, чем при назначении варфарина. Еще одним субклиническим исследованием Аристотеля явилось изучение эффективности и безопасности апексабана и варфарина у пациента со сниженной скоростью клубочковой фильтрации. Группы были разделены на три подгруппы в зависимости от скорости клубочковой фильтрации, и вы видите, что как варфарин, так и апексабан независимо от скорости клубочковой фильтрации эффективно предотвращали развитие инсульта, но при этом достоверно значимая безопасность по риску кровотечений была отмечена при использовании апексабана. В зависимости от возраста безопасность, вы видите, преимущество апексабана повышалось в возрасте как в промежутке от 65 до 75 лет, так и у пациентов старше 75 лет эта безопасность уже составляла более 36%. Такая эффективность препарата, его безопасность и удобство для применения для пациента привело к тому, что в результате исследования было выявлено, что досрочное прекращение терапии на апексабане составило на 2% меньше, чем при применении для профилактики варфарина. Еще одно исследование, которое сравнивало апексабан и аспирин, не так много таких исследований, в основном сравнивается с аспирином варфарин, и здесь мы видим, наверное, вот эти итоги ожидаемы, что более преимущество апексабана в сравнении с ацетилсалициловой кислотой в профилактике инсульта показал сопоставимую безопасность. Еще одно исследование Аристафан, которое показывало сравнение сейчас наиболее применяемых антикоагулянтов прямых апексабан, добегатран и рапексабан в сравнении с афарином и этих антикоагулянтов между собой. И хочу, чтобы вы обратили внимание на количество включенных пациентов, это 100 тысяч, 125 тысяч группы, 37 тысяч пациентов. То есть это значительная, убедительная, вот такая доказательная база, которая нам показывает, что при сопоставимой эффективности профилактики инсультов риск кровотечений все-таки на апексабане значительно ниже, чем на варексабане и даже апексабане с дозировки 110. Также хочется обратить ваше внимание, что при сниженной скорости клубочковой фильтрации, если она ниже 30, то как добегатран, так и реворексабан и дексабан должны быть снижены в половинной дозе прием этих препаратов. В то время как апексабан при СКФ ниже 30 до 15 мл в минуту может назначаться в полной дозировке. Если суммировать все эти исследования и рекомендации, мы можем говорить о том, что апексабан имеет преимущество как в снижении общей смертности, в риске больших кровотечений, в приверженности пациентов к лечению, и при этом при сопоставимой эффективности снижения риска инсульта не имеет увеличения риска желудочно-кишечных кровотечений и высокую приверженность пациентов к лечению. На что еще хочется обратить внимание, что несмотря на такую высокую доказательную базу, все-таки в своей практике я сталкиваюсь с тем, что врачи все-таки в отдельных случаях сталкиваются со сложностями. То есть при назначении прямых оральных антикоагулянтов все-таки имеют место кровоточивость, другие явления геморрагического синдрома. Пробуют перейти на апексабан, уменьшать дозировку и задают вопрос, ну вот а что делать все-таки, когда вот такие явления есть, почему они есть. И вы знаете, что сейчас и ревороксабан, и апексабан рекомендованы для профилактики тромбозов в нашей стране при COVID-19. Но в связи с этим мне хочется обратить внимание на эту таблицу, которая показывает, что наряду с традиционными факторами, которые мы учитываем в риске кровотечений, все-таки каждый пациент должен рассматриваться индивидуально. Надо в каждом случае смотреть, какие есть еще дополнительные у него факторы риска кровотечения. В частности, например, анемия, которая сопутствует очень многим хроническим заболеваниям и в свою очередь повышает эти риски кровотечения. Нарушение функции почек, нарушение функции печени, тромбоцитопения, цирроз печени, употребление алкоголя. И так как эти факторы частично модифицируемы, постараться их модифицировать и уже более безопасно назначать антикоагулянты для профилактики инсульта. Ну а что касается препарата Эликист, хочу напомнить, что есть дозировка половины, 2,5 мг 2 раза в сутки, которая может быть назначена пациентам в возрасте старше 80 лет при низком весе, при высоком креатинине и при низком приросте креатинина от 15 до 29 мм в минуту. Я благодарю за внимание. Ну, соответственно, если есть какие-то вопросы, то в чат, я так понимаю, вы можете их добавлять. Спасибо за внимание.